Салют, братишки, с риалом к микрофонам, мисс Аркей, добро пожаловать в GTA 5! Как вы думаете, что сейчас находится рядом со мной? Вы думаете, что это поезд? Ну, возможно, ведь эта штуковина похожа на поезд, и она стоит на железнодорожных путях, но это не обычный поезд. Дело в том, что этот поезд не ездит по железнодорожным путям, он передвигается по нормальным дорогам для машин. Вы, наверное, спросите, чёрт побери, Кей, чё за фигню ты несёшь, как такое возможно? Но сегодня я вам это продемонстрирую. Мы покатаемся на настоящем поезде прямо по центру Лос-Антоса, патроллируем полицию, посмотрим, как они будут реагировать на эту штуковину, учитывая, что я поставил модификацию, которая позволяет полицейским тормозить подозрительные машины, и особенно те, которые превышают скорость. А этот поезд будет превышать скорость ещё как, ведь я хочу его ещё дополнительно попробовать затюнинговать. Мы выясним, что будет, если заехать на поезде в Лос-Антос Кастомс. Постоян на него самый крутой турбо-надув, и будем гонять по Лос-Антосу. Воу, мне даже страшно представить, что из этого получится. Вы можете сделать свои предположения в комментариях, так сказать, высказать свои ожидания, а потом увидеть, как получится это дело в действительности. Не забудьте также поставить свой зверский лайк, и подписаться на канал, а нам пора отправляться творить хаос в город. Окей, я занял место машиниста, и надеюсь, там есть ремни безопасности, потому что они нам сейчас пригодятся. Ну что, вы готовы, ребята? Ту-ту-ту-ту-тупоезд отправляется! Ха-ха! Ё-моё! Я уже видел подобное, когда поезд разносил центр города, но там он ездил самостоятельно. Ой, боже мой! Я только что этот Джодж... Додж-танк сильно потрепал. Извини, пожалуйста, не хотел-не хотел вам повредить машину. Надо аккуратно все тачки объезжать. Я смотрю, здесь очень много маслкаров есть в этом райончике. Так вот, тогда поезд ездил сам по себе. Мы, более того, пытались его остановить от разрушений. Воу! Чёрт побери! Он ещё дальше поехал. Капец, бесстрашно. Мне кажется, он пересрался просто-апросто поезда на дороге. Люди, наверное, с ума сейчас сходят. Особенно полицейские, которые всё это дело застанут. Там полицейские есть? Смотрите, там полицейские! Только он почему-то совершенно за другим человеком поехал. Или он всё-таки за мной поехал? Погодите, погодите. Я увидел, что он включил сирену, но я не понимаю, за кем он едет. Неужели всё-таки за мной его привлёк поезд? Так, ладно, давайте ехать дальше. Посмотрим, что нас сейчас ждёт. Ну, вроде он у нас просит остановиться. Ладно, давайте припаркуемся. Видимо, поезд на дороге его не устраивает. Окей, офицер, я понял вас. Я готов вас высушить, офицер. Абсолютно обыденная ситуация в Лос-Антосе. Офицер полиции остановил поезд в центре города. Чёрт, что он мне сейчас предъявит? Сэр, пройдите немного дальше. Вы не дошли до кабины машиниста. Вы ехали за скоростью 64 при разрешённых 50 на Сан-Андреас-Авеню. Ну, извините, извините, офицер, но штраф мне выписывать не надо. Я не хочу получать штраф от какого-то полицейского. Давайте я от него свалим. Хотя, судя по всему, он успел мне выписать штраф, потому что он за мной дальше не погнался. Ну что, первый штраф мы получили, но меня это дело не устраивает. Сейчас мы протюнингуем эту красоточку, ласточку. В принципе, есть поезда ласточки, так что можно назвать и этот поезд ласточкой. Протюнингуем его в Лос-Антос Кастомс и уже потом покажем полиции, где раки зимуют. Ну что же, мой любимый Лос-Антос Кастомс в центре Лос-Антоса. Давайте посмотрим, что будет, если заехать туда на поезде. Эй, открывайте, открывайте ворота. Ё-моё, они реально открыли ворота. Их вообще не смущает, кто к ним здесь приехал. Хорошо, давайте заезжать аккуратно. Так. Боже мой, мы смогли это сделать. Чёрт, это выглядит так странно и нелепо. Давайте посмотрим, что мы можем здесь поменять. Во-первых, броня. Нам нужен бронепоезд, хотя по идее поезд уже сам по себе бронированный у нас, но тем не менее. Тормоза. Не сказал бы, что мне нужны тормоза. Если надо, я остановлюсь, но останавливаться сегодня я не собираюсь. Я уже остановился один раз перед полицейским. Он выписал мне штраф. В следующий раз я его раздавлю. Давайте лучше поставим что-нибудь из двигателей новых. О, привет, Майкл. Как тебе там сидится внутри? Нет, я не хочу ещё выйти. Я ещё хочу поставить турбо-наддув. Причём, турбо-наддув у нас будет особый. С помощью модификации. Он будет так жёстко ускорять наш поезд, что он будет похож на какой-нибудь Сапсан. Ладно, мне этого будет достаточно. Уж точно я не собираюсь менять диски здесь. Вряд ли я смогу это вообще сделать. Поэтому выезжаем. Мы смогли протеринговать поезд в Усантос Кастомс. Эксперимент выполнен. Но это ещё не конец. Теперь нам пришло время отомстить полиции и немного погонять. Поезд, на удивление, кстати говоря, хорошо управляется. Ё-моё, я только что чуть в дрифт не вошёл. Вы поглядите. Сейчас на этом повороте постараемся зайти в дрифт. Оп. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ифигеть просто. Я могу дрифтить на поезде. Ладненько. Давай теперь сюда. Оп. 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 Да. Дело хорошее. Но я хочу протестировать турбонадов. Для этого давай... А в принципе я его прямо здесь могу протестировать. Включаем систему и поискали! Оп. Жесть. Там ещё слоу-моушн включился, когда мы въехали в машинку. Я думал, что машинки будут включиться сильнее. Мы их, конечно, тараним. Их переколбасивает. Не знаю, очень сильно переколбашивает их. Но не разрушает их прям. Ой. Блин. Раздавил байкера. Но он вроде живой остался. Странно, что тот офицер полиции решил нас не арестовывать, а всего лишь выписал штраф. Оп. И ещё один полицейский. Что? Он тоже хочет меня остановить. Серьёзно? Офицер, вы снова хотите остановить поезд? Ну давайте. Давайте я остановлюсь. Но в этот раз штраф вы мне не выпишите. И в этот раз я сразу уеду, как только вы выйдете из машины. Что вы там встали-то? Офицер, что бы вы не захотели мне предъявить, я поехал. Ду-ду. Ха-ха. Воу. Это ему явно не понравилось. Мне выписали две звезды, а ещё я застрял в дереве. Так. Сдаём назад. Офицеры, офицеры, полицейские, лучше несутесь мне под колёса. Это всё-таки поезд. Не зря железнодорожные переезды такие опасные. Ведь если в вас въедет поезд, вам будет кердек. Вы, в принципе, сами всё видите, как я легко расталкиваю всех. Этот поезд расталкивает всех лучше, чем машина рампа. Я только что чуть-чуть перевернулся. Но вроде всё в порядке. А я всё ждал. Когда же полиция мной заинтересуется? Вот они мной заинтересовались. Мне очень интересно, как они будут пытаться меня остановить. Потому что даже если они выставят засаду на дороге и перекроют её, то меня это явно не остановит. Меня вообще заинтересовала возможность прыгнуть здесь. Смотрите, там есть трамплин. Меня окружают три звезды полицейских. Разворачиваемся. Почему поезд такой проворотливый? Это просто жесть. Так, с дороги. Может быть, в следующий раз ещё пушки поставят этот поезд, чтобы отстреливаться. Хотя, в принципе, я и сейчас могу отстреливаться, если поменять оружие на... А нет, нет. Я не могу стрелять. Поезд мешает мне стрелять из этой штуки. Окей. А если у меня есть турбонаддув, то, в принципе, если я займу отсюда позицию, я смогу нормально разогнаться. Что же? Пожелайте мне удачи. Едем. Воу! Охренеть. Просто я в своём уме всё это. Грёбаный столб. Прыжок не выполнен. Мне всё этот грёбаный столб помешал. Я ещё застрял. Застрял здесь. Так. Слушайте, меня вернуло обратно на... Железнодорожные пути. Только на железнодорожные пути до трамвая. Я смогу отсюда выехать? Так. Да. Да, без проблем. Меня ещё и здесь развернуло дополнительно. Давайте вернёмся на этот трамплин. Я его всё-таки хочу выполнить. Погодите. Погодите. Я не понял. Я не понял. Офицер, вы машину не перепутали? Что это за развалюха? Неужели у полиции Лос-Андеса больше нет денег на нормальные машины? Что это такое? Ладно. Не будем. Не будем задаваться вопросами. Мы сегодня вообще на поезде. Поэтому лишние вопросы здесь не нужны. Чё вы мне тут дорогу-то перекрыли? Уйдите! Растейр! Разойдитесь! Чёрт побери, грёбаные водилы. Всё. Ускоряемся. Надеюсь, в этот раз столб мне не помешает. Хотя в прошлый раз мы его сбили. Поэтому... Откуда он здесь опять взялся? Чёртов столб. Ну, я его, кстати говоря, перелетел. Это так странно выглядит. Согласитесь. Я продолжаю лететь. Продолжаю лететь. Но это не удивительно. Я с турбонадулом всё-таки лечу. О, прыжок опять не выполнен. Но это было красиво. Это в любом случае было красиво. Повторять, разумеется, я это никому не советую. Ну и раз я поставил себе вопрос ещё в самом начале насчёт того, что будет, если два поезда вот так вот столкнутся, то отправляемся навстречу приключениям. Так, я вижу, там поезд только что проехал. Нужно его догнать. Я явно буду побыстрее этого поезда, особенно с турбонадулом. Поэтому по соседним железнодорожным путям его сейчас будем догонять. Полиция! Аривидерчи! Скроемся от них в туннеле. Всё, поехали! Так, здесь достаточно темно в туннеле, но ничего. Ничего, главное с моста тут не вылететь. Не вылететь с моста. Не вылететь с моста. Что происходит? Окей. Эй, братюня! Погоди! Погоди меня! Так, перестраиваемся. Мне, слава богу, не нужны все эти стрелки, чтобы его обогнать и перестроиться на другие пути. Я просто его сейчас обгоню и перекрою ему путь. Всё, тормозим. Дружище, стой, стой, нужно поговорить. Поезд? Сейчас остановит поезд. Чёрт! Чёрт, как ты меня сбил? Как ты меня сбил? Я же говорю, поезда, блин, в GTA V просто неуловимые. Даже когда один поезд пытается остановить другой, тот его проходит насквозь. Чёрт его поезда. Полиция, между прочим, продолжает меня искать. Я вообще не понимаю, как они умудрились потерять огромный поезд в Лос-Сантосе. Ладно, я заехал в туннель, но, блин, я же на поезде. Меня увидеть проще простого. Полиции мы стали абсолютно неинтересны. Ну, ладно, хорошо. Видимо, полицейские просто не хотят гоняться за поездами в Лос-Сантосе. Но турбо-ну-нуф мне здесь нравится просто безумно круто. Но самое главное, мы поняли, что этот поезд умеет дрифтить. Как насчёт того, чтобы отправиться за город? Хо-хо-хо. Это, по-моему, первая машина, которую мы так жёстко уничтожили. Ну, это неудивительно, мы в неё вписались на всей скорости. Так, автобус, посторонись. Господа, тоже посторонитесь. Явно не ожидали того, что под тротуаром будет гонять огромный поезд. Как ты вышел? Я только что тебя переехал. Я ещё дополнительно перееду. Где ты там? Где твои мозги? Вот из неё мозги точно сейчас все повытекали. Переедем её ещё дополнительно. Ладно, едем за город. Меня полиция снова ищет, кстати говоря. Я поднялся в самую верхнюю точку. Я как-то здесь дрифтил в GTA Online. Теперь будем дрифтить здесь на поезде. Он ускоряется очень жёстко. В принципе, он должен и жёстко дрифтить. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо что лучше всего дрифтить непосредственно на геймпаде. Но я играю на клавиатуре, поэтому что есть, то есть. Все равно это выглядит обалденно. Хорошо, ребята, если вы хотите увидеть дополнительное уничтожение Лос-Антоса уже в более крупном масштабе, то дайте знать мне об этом в комментариях. А на сегодня будем прощаться. Если вам понравилось это видео, понравился этот мод, еле-еле остановился. Все специально для вас. Я специально не сбил оленя. Не забудьте поставить свой зверский лайк, предлагайте свои идеи в комментариях. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. А у микрофона был Мистер Кей. Хорошего вам настроения. Удачи и пока.